Супружеская любовь, которая проходит через тысячу случайностей, самое прекрасное чудо, сказал когда-то французский писатель Франсуа Моряк. И с этим согласны супруги Татьяна и Александр Камиловы. Брещанка и уроженец Сахалина, спортсмены и долгое время занимались стрельбой в одном тире. А вот познакомились только на дискотеке. Первый шаг сделал Александр, пригласил 17-летнюю девушку на танец. Как не поверить в не случайные случайности, вместе пара уже полвека. И 31 декабря в этой семье день особенный. Именно в этот день, 50 лет назад, они заключили союз. Любить, уважать друг друга, уступать главное. И не ссориться. А как не ссориться? Ой, мы пока тут сюда пришли, уже пять раз поссорились. Я не выйду за тебя замуж, а я не женюсь на тебе. Все равно пришли. Нет, ну, это так. Научите, вот, молодое поколение, как сглаживать вот углы, как исполнять? И юмором. Завершив 2021 ярким и важным событием в жизни, предпочли многие пары. 31 декабря в брак вступили 7 пар. Всего с начала года в отделе ЗАГС. Заключили союз 1960 пар. Разводов зафиксировано 329, что меньше, чем в 2020 году. В Новый год должны исполняться мечты, решили Илья и Марина. И поэтому 31 декабря они официально скрепили союз. Шли к этому 4 года и решили, что в Новый год нужно уже войти как полноценная семья. В браке-то легче, тем более. Почему? Ну, не знаю, мне кажется, что мы уже все как бы... Серьезные люди, взрослые, пора. Связали себя узами брака за пару часов до Нового года и Виктория, и Владислав. Ну, 31 числа, получается, когда в прошлом году я лежала на карантине дома, я не могла никуда не пойти отпраздновать Новый год, ничего. И Влад мне написал, что как твое здоровье еще? Давай, когда закончится карантин, пойдем на кофе. Ну, как-то так мы начали сближаться, потому что два года мы друг друга знали, но никаких шагов друг к другу не делали. Именно поэтому для меня 31-е, это была такая дата, когда мне хотелось себя запечатлить. Отношения к друг другу стали такие, знаете, более ответственные. Работники Брестского ЗАГСа отмечают, в 2021 году вырос брачный возраст. У невест 29 лет, у женихов 31. Максимальные 77 лет, что в очередной раз говорит о том, что любви все возрасты покорны. А вот новорожденных малышей в ЗАГСе зарегистрировали несколько меньше, чем в прошлом году. Немножечко, чуточку, всю неделю старались, но немножко не хватило, чтобы догнать прошлый год по количеству деток, которые получат первые свои документы. У нас 3805 новорожденных малышей, мальчиков и девочек зарегистрированы нашим отделом ЗАГС. Ежегодно, наверное, сколько мы не подводим итоги, у нас мальчишки лидируют. Мальчиков у нас рождается больше. Счастливым и судьбоносным стал год для молодых родителей Алены и Игоря Можейко. Семья с одной профессией и на двоих спасатели только недавно стали мамой и папой. А 2021-й подарил прекрасную новость. История нашей семьи довольно-таки необычная. Мы познакомились в городе Минске, хотя муж сам в Светевской области, я из Бреста. В университете гражданской защиты МЧС мы там оба учились. Там, собственно, начали зарождаться наши отношения. По распределению дальше мы попали уже в город Брест. В 2020 году мы узнали, что ждем вот этого замечательного мальчика Артема. Но и этот год тоже не менее знаменательный для нас, потому что мы узнали, что у нас будет второй малыш. Среди имен новорожденных детей в позапрошлом году самыми популярными были Артем и София. В 2021-м в лидерах среди мальчиков стал Михаил. Среди девочек лидерство по-прежнему удержала София. Среди редких женских имен прошлого года – Оливия, Адриана, Адель, Асоль, Златослава, Цезария. У мальчиков – Сильвестр, Спартак, Цезарь, Эмин. София Брежная, Сергей Матвейчук, телерадиокомпания «Брест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова